На ваш взгляд, работа с детьми, насколько сложна? На мой взгляд, это очень сильно зависит от человека, от конкретного. То есть, для кого-то сложно, для кого-то нет. И очень сильно зависит, конечно, от опыта. Я помню свои первые опыты, 25 лет назад, было очень тяжело. Сейчас достаточно легко. Уже наработано что-то, короче, еще отношения, на самом деле, важные. Какие особенности вы можете выделить при тренировочном процессе с детьми? Я бы не сказал, что я лично объясняю как-то сильно по-другому, чем для взрослых. Может быть, более подробно, более детализировано. Но, в принципе, и, скажем, уровень понимания у детей примерно тот же самый, что и у взрослых. А может быть, даже проще. Я неоднократно слышал, что на Востоке предпочитают брать в школу единоборств маленьких детей. Они чистая книга, у них ничего не записано. Им не надо стирать, я просто записываю то, что есть. У меня 20 лет назад, 16 лет назад, был очень интересный опыт. Моему сыну было 4 года, я его привел в группу. И мы начали делать известное упражнение «Заги-Кокрюхо». Я ему сказал, Ваня, ты должен ручки поставить перед собой, толкать вверх. Толкать ножками спиной, бедрами. Он так и стал делать. Мои ученики рядом занимались тем же самым упражнением. И немножко, так это, посматривали иронически. Ну, типа, Дмитрий Александрович падает, ребенок маленький, совсем мелкий, 4 года бы. Вот. Я говорю, Андрей, подойди. Один из моих учеников взялся и тут же упал. Ребенок маленький, и он делает то, что сказали. Я сказал, вот, делаю так. Он так и делает. И абсолютно правильно. Руки прижаты, толчок вверх, все сработало. И Андрей потом, наверное, минут 10 попросил с ребенком, с моим сыном, поработать. Да, то есть, потому что для него была неожиданность, что настолько все четко. Вот. Это так. И ваши пожелания юным, практикующим айкидо, ну, детям? Какое-то наставление? Погружаться глубже и не бросать никогда. То есть, айкидо – это такой громадный мир, который, на самом деле, вот от самого-самого маленького, то есть, самый маленький мой ученик, самый по возрасту маленький, вот 4 года. Вот 4 года его привели, сейчас ему 17, он продолжает заниматься. Вот. И я думаю, что будет заниматься долго-долго-долго. И, ну, я и собираюсь до конца жизни заниматься. Вот. То есть, на самом деле, это некий совершенно особенный мир. Ну, как особенный мир. Как все единоборства, наверное. Да, то есть, есть люди, которые приходят, позанимались, ну, не мое и ушли, дабы. А есть люди, которые приходят и остаются навсегда. Вот. Это самое прекрасное. В Японии у моего сэсэя, сэсэя Харикоши, в Доджо, там, порядка 20 таких вот учеников, далеко за 60. Вот. И они занимаются по 40, по 50 лет. Но, правда, есть интересный случай. Одного спрашиваем, Гамина сам, у вас третий дан, а сколько вы занимаетесь айкидо? Это очень интересно. Я в 60 лет вышел на пенсию и пришел к сэсэю заниматься айкидо. У меня сейчас третий дан, я занимаюсь 20 лет. Вот такие вещи. Я посмотрел. Молодец. Чаще обращайтесь к старшим инструкторам. Потому что вы делаете, у вас есть какие-то ошибки, просите на вас посмотреть, пытайтесь сами понять, что происходит, как вы делаете, хорошо, плохо, если вы чувствуете, что где-то вы недорабатываете, пожалуйста, поднимите руку. Мы все время проходим, смотрим, всем помогаем по очереди, но если у вас возникла какая-то проблема, спросите, это правильно, задавайте вопросы, это правильно. Спасибо, красавчик. Значит, сейчас внимательно смотрим на мою дальнюю манку. Я поднимаю руку, беру руку, сейчас делаю еще с места, по кускам, это нереальная выполненная техника, это схема, по которой мы будем с вами работать. Беру, беру раскладку, а теперь, внимание, то, что сейчас будет самое-самое важное. Моя задняя рука вставила с мизин, с мизинцем, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Вот так. Руки перед вами. И дальше вы делаете пункам. Ну, точнее, у нас получится хай-тэль. Хай-тэль, да, вот, заканчивается. И вот у вас получился пик и оба. Так, положили, снили, положили руку, включили, подальше. Значит, вот эта вот точка, куда ставить ногу, сейчас для вас будет главным критерием оценки, да? Вы должны контролировать именно этот момент. Подняли руки. Хорошо, плохо подняли, сейчас не важно. Ну, конечно, хорошо. Дальше. А куда это лежит? Я здесь чуть-чуть не допускал. Правда. У нас должна быть одна общая вось вращения, да? То есть мы стоим практически плечом к плечу. Вот поэтому отсюда нам будет удобно вращаться вместе. Если я встану вот так, мне придется его таскать за собой. Если я встану так, то мне будет трудно его толкать, придется тянуть, что он не делает. Помните, да? То есть вот это место самое лучшее для общего вращения. Плыви. Хорошо. Работаем. Сейчас работают те, кто ко мне спиной. Дали захват, дали руку, взяли захват. Подняли руки, раз. Взяли локоть, два. Займи ногой, встали пальцы, пальцы, три. И завершаем кайфинг, четыре. Делали. Отлично. Далее. Значит, я ставлю ногу вот таким образом. Пальцем, пальцем. И мы оказываемся близко. Ну, приделайте. Мы оказываемся на одной оси. У нас плечи как бы касаются. И когда я поворачиваюсь, ему деваться нечего, он тоже поворачивается. Интересно? Ну, придел. Если я смочу, пытаюсь его потащить туда, то мне не дать. Но если я повернусь... Вот как раз тут будет. Это работает совершенно реально. Значит, пытайтесь запоминать вот такие моменты. Да? То есть, ножка должна встать. Вот таким образом. Пальц к пальцу. Не наступать. Не здесь. Не здесь. Не здесь. А именно ногах ноги. Для чего? Для того, чтобы мы были близко. Кричем к плечу. Мы должны вращаться вот таким вот образом. Не так вот, да, вот. Невонятный капец на синий резин. А вместе. Одновременно. В одном круге. Половили? Да. Привет. Я взял руку и опять вернулась. Вот так. Поэтому, когда дальше уберется, плечо пойдет, а потом с осталью не есть. Пойдет. Я взял, взял. Здесь уже на месте, а здесь мы поднимаем. Возьми по связи. У нас есть такие удобства. Возьми по связи. А теперь я поставлю правильную ногу. И толкаю. Вот это здесь. Вот это линия плечи. Возьми по лицу. Вот это печь на высалке. Если непонятно, если не обрабатывать, то ножа плечо складывается. Это будет неизвестно. Возьми. То есть, обратно с общей системой общей места. А вот здесь, когда это будет путь, то оно болтается. Поэтому нужно обязательно... Ну, теперь мы работаем однозначно. Три важные вещи. Позиция. Что такое позиция? Это как стоят ваши стойки. То, о чем мы будем начать. Вот я стоял, у меня правильная стойка. Что это правильно? Ну, позиции никакой нет. Потому что у меня все болтается. Я принес вес на передней части ступени. У меня до пояса позиция образовалась. Вы собрались. Все хорошо. Вы помните, мы делали, мы чувствуем себя. Все скажут, что почувствовали. Дальше я пальчиками потянулся вниз. У меня корпус и руки собрались. У меня хорошая позиция. Так вот, если у вас позиции нет, все остальное не работает. Да? Поняли? Вот. Значит, вторая важная вещь, которая включается в позицию. Осанка. Категорически. Запрещаю всем. А делать вот так. Очень просто. Вы можете сами попробовать. Да, в седане. Вот вы вращаетесь, да? У вас вращение хорошее. Наклонитесь. Попробуйте вращаться быстро. Все. Влетел. Падает. Точно разбрасываю. Нет осанки. Нет вращения. А я пытаюсь. Пошло вращение. Везде вращение есть. Как бы там ни было, даже если мы просто пропускаем удар, вращаемся. Значит, первая позиция. Слово запомнить, да? Второе слово. Осанка входит в позицию. Очень важно. И третье. Когда вы делаете икиоро, это уже касается просто пульона, нужно вставать, пальчики, пальчики. Но в это время у вас должна быть, что? Позиция. Молодец. Осанка входит в позицию. Конечно, осанка важна. Но позиция более важна. Потому что это общее состояние. Да? Не только спина. Делайте, смотрите. Да? Это еще внутреннее состояние. Стойка. Да? Наполненность определенная. Что такое наполненность? Вы поняли? Почувствовали? А что это такое? Очень сложно, да? На самом деле, мне тоже вам очень сложно объяснить. Потому что мы все время наполненность, наполненность, наполненность. Но понимание приходит тогда, когда вы это почувствуете. Да? Вот вы встали правильно, принесли вес, потянулись пальцами. И у вас появилось некое ощущение. Да? Вот это наполненность. Описать его словами, это ощущение, ну, очень сложно. Ну, я наполнен. А вот чувствую, что у меня внутри что-то есть. Да? Ну, как воздушный шарик, да? Он дывает? Там. Думает, ну, просто. Форму подойдет. Он еще не раздувается. Ну, форма уже есть. Вот это вот нечто подобное тому, как внутри ощущается наполненность. Да? Если вы делаете, я кинун-то. Есть наполненность? Нет. А напряжение есть? Нет. А наполненность есть? Понятно, да? Еще позиция, осанка и ножка пальцем в пальцах. Это вот то, что вы должны сегодня вынести с этой тренировки. Понятно? Сейна. Спины выпрямили. А все думают, как правильный планет? Я правильный планет? Нет. Почему? Правильный планет. Молодцы. То есть вы должны все время видеть, перед собой пространство, контролировать то, что происходит вокруг. Это очень важно. Вот вы идете по улице, да? Подходите к пешеходному переходу. Посмотрели на левую, посмотрели направо, посмотрели еще на левую, и туда-то пошли. Почему? Чтобы максимально обезопаситься от какого-то странного человека, который летит на свой красный свет, ну ваш зеленый, да? На пешеходный переход. Для того, чтобы вы видели опасность возможную, могли контролировать это. То же самое здесь. Добро играть. Значит, ныть его нога толкает внешне нога. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. То есть, когда это делается сход, это все просто совмещается. То есть я ухожу, да, значит, и... Руку вытянули туда, вот, куда-то, куда-то, на себя. Отсюда нельзя нормально выложиться в партнеры. Ваши руки должны быть перед центром. Эта рука, которая у нас прижата, и она здесь остается до конца. Согнув. Видно, да? Наклоняться, запрещается. Категорически. Только прямо. Накрасный, стой, стой, стой до последнего момента. И более того, когда он упал, приблизитесь. Если вы остановились, а он приблизился, у вас связь пропала. Вы начнете поднимать руку, а он встанет раньше, чем вы поднимете руку. Однозначно. Стой, это очень быстрый процесс. А перенос руки более длинный процесс. И получите руку совершенно легко. До того, как вы что-то сможете сделать. Поэтому он должен сохраняться в жизни. Вот сейчас он вставать не может. Вот что мне удалось найти. С момента, когда у тебя кровоизоляция не мешает, то вы помните, я делаю лучше. Не знаю, если нет, а опция. Понятно. Это должно быть одновременно как-то плохо. И смотрите, что получаем. Стой, на месте. Не надо поделись ко мне. Просто тихо, да? Значит, я ушел в сторону. У меня есть какая-то точка опоры, да? Вот она высоко здесь. Есть вторая точка опоры, да? Значит, я согну колени, и у меня сейчас точка опоры, точка подтяжения, да? А видите, где опора? А где точка? Есть рычаг. От кончиков пальцев, да? А теперь я наклонился. Где у меня точка опоры? Она сейчас вот есть. И как я могу тянуть этими ногами, если я нажимаю здесь, да? Здесь-то не работает. И вы не можете потянуть формирует. У меня повесили, и тут же второй рукой получили в глаз, или в бок, или ножом куда-нибудь еще, не дай бог. В этой позиции невозможно оттолкнуться. Только осанка позволяет нажать здесь люди. Так как он-то и получает. Я делаю фумикойки, плюс-минус там 10-15% до сюда. Но никогда не бывает вот так, нога, да? Или вот так, вторая нога. Так не ужин. Плот может быть как. По-другому нельзя. Это механика. Простая механика. Работает. А теперь смотрите. Ну, положи руку, положи. Только наклонись. Куда? Ну, шагай назад. Хорошо. Крещи. Прокидывай. На месте. Останьтесь. Не скачи. Не пытайся прянуть его на месте. Просто стой на месте. Давай-давай-давай-давай. Куда ты глаза закрываешь? Смотри на пальцы. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Смотрите, колени. Хороший, длинный, длинный шаг. И одновременно толчок. Поехали. Пять баллов. Несколько основопроводающих терминов, которые формируют всю технику в принципе. Я для себя разделяю условия на два уровня. Уровень абсолютно базовый. Уровень чуть более высокий. Значит, первый уровень включает три термина. Позиция, дистанция и тайна. АВАСЭ. Значит, нет своевременности АВАСЭ. Значит, будет нарушаться дистанция. Нарушается дистанция, вы начинаете наклоняться, у вас теряется позиция. Все разрушается. Нет правильной дистанции в начале движения. Вам не натянуться до партнера, вы начинаете пытаться опять же наклоняться, теряете позицию. Нет позиции, не будет дистанции, соответственно, не будет тайны. То есть, выносите любое из трех вот этих вот составляющих, да, любую составляющую. И у вас все рассыпается, да? Значит, Дима, что ты сейчас делаешь? Смотри. Нет связи, да? Ты потянул, связь восстановилась, а потом опять разрушилась. Ты начинаешь дергать и начинаешь бегать. Натяжение должно быть. Это как веревка, да? Вот пока натянута, нет рывков. Два раза в жизни видел, как человек привязывает тросом другую машину, да? И рывком дергает, и улетает бампер. Это рывок. Почему? Вывок. Вытягиваем, а потом спокойно разгоняем массу. То есть, это не должно быть каким-то таким действием. Это должно быть... Понимаете, да? Но все время в процессе. Так я создал связь, да? Эта связь, она не может порушиться в процессе. Потому что... Спасибо. Второй уровень. Первый. Позиция. Дистанция. Тайминг. Уровень. Глубинный. Самый начальный. На чем строится. Второй уровень. Тоже три термина. Объединение. Ведение. Контроль. Если вы с партнерами не объединились, не создали связь, да? Вы не будете управлять, потому что вы не сможете вести. Если внутри сплошные дырки люфты, все болтается. Вы пытаетесь повести, получается рывок. Либо разрывается захват, либо вы упираетесь в его массовое движение. Сталкиваетесь. Либо на вытягивание, либо на встречу. По-разному. Дальше. Ведение. Если вы не ведете партнера, то вы стоите, он бежит. Ваша связь тоже будет разрушаться. Однозначно. Вот то, что я Жене показываю. Я его обрушил. И пока его натянут, я его контролирую. Если я остановился, он приблизился, связь разрушилась, он подошел, все пронисло. И он может взять все, что хочет. Он абсолютно свободен. Контроль. Если вы не контролируете то, что вы делаете, не будет ни ведения, ни дотенения. Так же, любую часть, любой элемент, у вас все расступит. То есть, вы в процессе должны контролировать взаимодействие и совместное движение. Вы сделали движение на сантиметр. И ваш партнер вместе с вами сделал движение на сантиметр. А лучше, что на 10. Понимаете, да? Стоп, стоп. Прижмей руку. Чуть-чуть не дает. А теперь нужно пойти вперед вот этой зоной. Лопаткой, да? За мою руку. Пошел, пошел. Лопаткой. Нет, на месте. Лопаткой, лопаткой. Давай, 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 давай. И нога пошла. Пять. Не чувствую. Шаг в сторону. Стоп, стоп, стоп. Руку сюда. Да. Только в процессе. Сгиб локти. Вот, вот, сжать. Добавь. Внутреннее нога толкает. А внешнее уходит, да? Перед лопаткой. Лопаткой, да? Ему, 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 ему. О! И толчется. Только не пальчиками, а... Хорошо. Отправлено. Тогда вот эти листы. И пальцы, и в самую руку сложные. Сколько должно движение? Не подсказывай. Одно. Одно, конечно, да? То есть, вы делаете, допустим, там, какой-то шахунай, да? Идет рука, вы делаете захват. Раз. Это уже все не получится дальше. Потому что вы сделаете движение, и у вас есть перерыв между этим движением и следующим движением. Раз. Два. Для того, чтобы схватить и дернуть назад, нужны сотые доли секунды. А для того, чтобы перевести движение, нужны не одна две сотые, да? 5, 6, 10, одна десятая секунда. Длиннее действие, да? Чем просто схватил и дернув. Вот. Значит, поэтому мы должны двигаться непрерывно. В шахунове получается, да? Питер. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Десять. Никогда так по-настоящему не получится. На тренировке, когда новичок работает, да? Когда изучают новый прием. Деление на две элементы, да, это возможно. В некоторое время. Но мы поделали один, пять элементов. На следующий день мы поделали четыре элемента. Да? Два соединения. А потом еще один соединение, уже три элемента. Потом два элемента. А потом всегда один. Одно движение. Не может быть. Раз. Два. Должно быть. Одно движение. Всегда. Без всяких исключений. То есть, вы можете менять направление, поднимать руки, опускать руки. Но это одно движение. Один поток энергии, силы, действия. Поняли, да? Значит, сейчас постарайтесь сделать... Вот это позволяет толкать. Как лежало, я могу толкнуть. А вот так вот, рука в дворочке, где ногу с не выключается. А так и выключается. А так и выключается. Понятно. Поставим, да? Ну, по-разному. Просто. Сделать, по-разному. А вот так. А вот так. И по-другому. И по-другому. И по-другому. Поэкспериментируйте. Ага. Ну да, что ли. Вот таких тоже любимых методов объяснения данной ошибки. Я не буду его бить. Я просто выставляю вот эту зону, в которую могу попасть в руку. Давай. Понял? Отклоняйся. Отлично. Сразу появилась осанка. Потому что ты понимаешь, что сюда может прилететь. Давай, давай. Расслабьтесь, землёй полосеет. Да, да, да. Расслабьтесь. А ну срабжатый. Как только кулак исчез, а ну нет кулака. А рука далеко на пахланку вылетит. Я всё равно всё сделаю. Не успеешь. Либо сдержишь осанку, либо нет. Работает. Раньше было ощущение такое, что я должен вместе, одновременно с партнером. Теперь ощущение контроля. Законтролировал. Всё. Всё. На самом деле позиция руки-партнера должна быть вот такая. Не такая. Это относительно тела. Когда он идёт кулак от того. Вот такая. То есть ты его глиниву, ты его тащишь. И тебя толкаешь. То есть, если он ходишь с этой стороны, он может запуск. Не зажимать. Он может запуск, каким же кулаком. Что сейчас-то и бывает. Он может запуск. Чуть-чуть больше прижал ногу, чуть больше поднял кисть в руках. И вы можете сделать глинивый шаг. Не надо делать глинивый шаг. Делайте короткий шаг и ещё шаг. А мало и ещё шаг. У вас передняя нога всё, пожалуйста, толкнула. Если я толкнулся, подобрал, я снова поставил на толстовую позицию. Снова толкнулся. На передней части ступни ставим. Всё время. Ставим на передней части ступни. Вот это. Когда мы перемещаем, перемещаем здесь. Очень, 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 очень вредная вещь. Очень большая ошибка. В приёмах, как правило, не бывает два-три шага подряд одинаково. Но вот сейчас я сделаю два-три шага. Я сделал шаг. На всей ступне у меня опора. Чтобы дальше шагнуть, нужно перенести вес на передней часть ступни. Голеностоп отталкиваю. Понимаете, да? То есть я всталкиваю всю ступню. Раз. Вот эту паузу. Я стою. И получается. А теперь я ставлю на передней части ступни. И могу двигаться. У меня тело летит без остановки. То есть вы делаете раз и два. Это должно быть. Угу. Увидели? Угу. Без остановки. Работаем. Теперь кольцо летит. И внешней ногой небольшой шаг. И сразу, например, толкаем вниз. Пожалуйста, дешевле. Не надо заранее дешевле. Просто ты на месте. А-а-а. И пошли. Рывок. Рывок. И... Рывок. Рывок. Сейчас это закончим. Поним? Совместись. Рывок. И толчок. Значит, либо отсюда смотрите. Сюда. Дайте двое. Смотрите. Я вышел, взял и переработал вот этой руки. Вы практически всем уголовно делаете движение, которое направлено к себе. А на самом деле это движение от себя. То есть я вот эту руку от себя, я согнул ее, да, вот. И в процессе шага я ее отталкиваю. Тогда получается хороший толчок. То есть это движение разгиба, удар на мячу. Это не движение вытягивания. То есть нет вот такой к себе. Вот за счет этого, кстати, партнеры выдергиваете в шаг. Смотрите. Рука согнута. Я вот в эту часть, получается, толкаю вот в это направление. Куда вы пойдете? В середину. В квартиру. Да. А если я толкаю вот в эту часть, под себя, его тянет вперед. А здесь его отталкивают вниз. Выиграли? Вниз от себя. Вниз от себя. Угу. Если ты как бы нечего вытаскивать, вы режете. Вы от себя руку ведете, вы режете. Не бывает в себе. К себе движения, в принципе, нет. Вот я показывал сегодня в предыдущей группе, да? Движение Ирины. Мне нужно его голову положить в крышницу, да? Я могу его притащить к себе. Крепостой. Это довольно сложно. Даже при большой разнице весе ручки, мне не притащить его. А теперь я не тащу его к себе, а толкаю к себе. Смотрите. Притягиваю, сгибатель работает. А толкаю, разгибатель работает. Я толкаю в свое плечо. У меня рука разгибается. В результате получается. Крепко стой. Притягиваю, крепко стой. Крепко стой. Стой, стой. Стой, стой. Сложно. Толкаю. Сложно. Толкаю. И здесь то же самое. Не тянув себе, полно дня вылетать, а отталкиваю от себя. Очень важно, да? Отталкиваю от себя. И держись, пожалуйста. У палец, Женя. Когда вы делаете приемы, как вы должны задачу строить? Что вы говорите себе, когда вы делаете приемы? Соблюдать критерии. Отлично. Какие? Подожди. На что будет ориентироваться твое подсознание, выбирая двигательную программу, которую ты уже наработал где-то как-то, сколько-то там, в момент перед дополнением приема? Соблюдать критерии? Какие критерии? Куда соблюдать? Куда соблюдать? В каком объеме? Что-то конкретное, касающееся приема. Стандартная история. Меня берут за руку, я соединяю движения. Хватаю руку, поднимаю, делаю рикер. Или вхожу в локоть, нажимаю, делаю шаг, сгибаю колени. Куча, куча, куча задач. Если у вас куча задач, больше чем одна, на весь объем движения, то у вас будет привожу руку к себе, переступаю. Две задачи. Кладу руку, сгиб локти. Третья задача. Между каждой задачей будет задержка, пороза. Сотые доли секунды. Для этого хватает, чтобы человек отреагировал, зажался, либо подступил. Вот очень многие из вас подпрыгивают к партнерам. И я четко вижу, что вы делаете до того, как вас выдернули. То есть начинается движение, вас потянули, вы еще не выше становитесь, а вы уже раз. То есть с точки зрения реального боя, ну так это реально как-то, да? Но для того, чтобы обрабатывать приемы, это немножко перебор по движению. То есть супер должен быть более нейтральным на вашем уровне. На более высоком уровне, то, как вы сейчас его видите, будет хорошо. Сейчас пока и не очень хорошо. Понятно почему, да? Значит, вот, когда вы делаете прием, если вы, Женя, ну то, что у тебя было, да, что я видел, да? Партнер идет, подходит, то есть раз, два, минимум две задачи. А должна быть одна задача. Я объединяюсь с партнером в Геакуа Кататэ Тори и Киасаи Комнату, допустим. Я объединяюсь с партнером внутри этого приема. И тогда ваше подсознание выберет ту программу, которая связана с объединением движений, что есть основа для этого. То есть IT, да? То есть мы IT занимаемся. Путь гармонии силы. Одной силы? Двух сил. Его сила, моя сила, две энергии. Они соединяются как-то, да? Вот его много, а у меня чуть-чуть. Но мы соединяем и изменяем направление так, куда оно надо, да? То есть мы используем энергию партнера, силу партнера, движение партнера. Соединяясь с ними. Не одна сила. Вот очень часто путают, да? То есть у Якито сила нужна, то что сила не нужна вообще, да? У него ноль будет, а у него будет ноль, и он упадет. С какой стати? Кто будет управлять его силой? Я беру за руку для того, чтобы ударить. Не для того, чтобы упадать. Если бы мой партнер ничего не сделал, потому что я потерял навесие, то с какой стати должен упадать? Да? Просто ударил. Крылью, дернул, еще, 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 еще. Подсечку сделаю. Вот. То есть сила нападающего, энергия нападающего, моя именно. Моей может быть немного, да? А его может быть много. Или может быть даже одно. Но моей больше не вдохнуть. Да? По напряжению, по ощущению. Вот. Значит, соответственно, вы должны объединяться с партнером. Да? Это главное. Я объединяюсь с партнером внутри того действия, которое я делаю. И тогда ваше подсознание выберет одно движение. На все действия приема. Понимаете, да? Значит, сейчас встаете, даете руки и статики, да? А, нет, давайте все-таки не статики, а из динамики. То есть вы работаете то, что вы сейчас делаете. Но перед тем, как партнер пойдет в атаку, да, то есть вы должны три раза сказать «Я объединяюсь с партнером». Только не так, знаете, «Я объединяюсь с партнером». Я сейчас буду объединяться. Нет. Вы должны серьезно дать себе задачу на объединение. «Я объединяюсь с партнером!» «Я объединяюсь с партнером!» «Я объединяюсь с партнером!» «Я объединяюсь с партнером!» Человек сказал три раза — вы атакуете. Когда вы углы. Поняли, да? Значит, я хочу слышать эти ваши слова. То есть не вырисовывать, а объединяюсь с партнером. А может, нет. Работает. Задача — выбор программы, исполнение, контроль, посыление самым лучшим качеством жизни. Хорошо получилось, мне нравится, мне продолжает. После чего-то мне не нравится, мне не нравится. Особенно, что для тренировки очень важный момент. Задача — выполнена. На каждом этапе. В чередуном областном уровне, где-то у нас, где-то у нас все. Иначе у нас подойдет. Значит, задача. Я хочу схватить за руку и поднять ее вверх. Две задачи отдельные. Я беру зарубу и поднимаю вверх. Одна задача. Я объединяюсь в подлинном, в движении подлинной руки вверх. Одна задача, связанная с объединением того. От того, что я поставлю задачу, задать ее вверх будет так. Потому что мое послаждение выбирает вверху, и в основе того, что это готово. Я хочу дать руку. Ой, АИК еще иницируется. Я же хотел дать руку, но я дал ей. Все, я дал, завычку очень. Я хочу сделать титул. Да, АИК это пошел. Я хотел поднять. Да, пойдем. А ты хочешь сделать титул. Ну, он дробится. Постоянно возлетает пауза. А потом, я остановился. Пробой подвигается. Ну, разорвался мне стук. На 5 секунд. Я вгодоню. Пока я построил задачу, он еще удалился. У тебя все время вот такая вот стук. Бамперов. Как в поезде. Бум-бум-бум-бум. У меня уже мысленно уже соединился. Давай, давай. Объединяйся, парни. Соберись. 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 И. Отлично. 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 У меня лучше? Да. Другое действие. Другое действие. Потому что мне задача не занять. Для закрытия. Топ-топ. Веришь? 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 А я двум на груди куда-нибудь. Веришь? Все мать! Пять баллов! Вот стоит попрожить человека! И даже не боять! Все! Постой, так попрожить человека! Неужели? Я буду сейчас настоящим Извини Ну скакал Давай еще раз 5 баллов Великолепно Раз, два Я ушел с линии, нечь пролетел, потом ударил Вероятность, что он ударит Еще ударит 99,90 А как должно быть? Нечь у меня падает Он падает, падает, падает В момент пока он еще не доветел до этой точки Уже попал Одномоментно В момент атаки работы Большинство из вас Ветер подносит шестолдак О, ошибка, да? Эдите, заходите Так не работает По одной простой причине Я беру, ты делаешь Вот точно так И сделай полосы секунд на 10 Уже можно? Да уже можно, ты меня уберем, да Суперую трубу А теперь, пожалуйста, медленно-медленно Сделай все целиком Ты должен здесь двигаться Непрерывно 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 Не установил сверху Больше объем движений Непрерывно 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 Держи Другая точка Здесь 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 Он не верит Не-не-не Я хотел ударить сюда А? Тебе не клоняешься Не клоняешься Сначала его вывел на ударе и пошел по уроку, сделал элементы. Ты сейчас сказал, что ты сделал четыре разных вещи. Я сделал захват цирки, вывел пилки, сделал урок, сделал ёлки. Четыре пилки я услышал. Все, что разделяется с лукой И, захватил руку, вывел из равновесия. Это отдельная задача. И отдеваем сюда одно урок. Шагнул и прыгнул. Я шагнул и прыгнул. Я не шагнул, а прыгаю. Понимаешь, да? Значит, сейчас я попрошу тебя сделать цирки И, Ки, У, Ра. Объединяясь в партнер. Непрерывно, на одном потоке. Давай, спокойно, очень спокойно. Не надо скопиться. На одном потоке делаем. Ёмки. А, ники, ники. Ники урок различный. Все получилось. Видно было, да? Разница. Ёмки делаем на одном потоке. Гораздо. Гораздо лучше. То есть, какие ошибки были? Смотри. Ты вышел на... Дальше. Ты поднимаешь руку вверх, замахиваешься на себя, и дальше начинаешь тащить кисть вниз. Да? Сюда вот. Видишь, получается дырка? А теперь представь себе, что у меня в руках мячик и кончики мяча вот здесь. Сюда. Сюда, стой. Смотри. Движение куда мы сейчас? Смотри на мячик. Смотри внимательно. Это как у тебя. А вот это как у меня. Я тебя направляю сюда. Куда мы направляем силу? Сюда. А вот тебя куда? Встань сюда. Возьми руку. Ёмки делать не обязательно. А теперь за моей рукой локоть. Двигайся. Двигай. А теперь давай делать дуру вверх. Еще раз. Бери. Ёмки, ёмки, сразу двигай. За моей рукой. Сюда. Сюда, сюда, сюда. За моей рукой. Ну, что полезно. Двигай. Двигай полканье. Это. И без зала ты еще углубит. Покур. Нога должна отстываем. Нога воvанит. Хорошо. Клаку вверх. Ты делаешь как улыбка, а я хочу как улыбка Кайтын, ёпт У тебя будет запасно на десятки минут Угу А если четырех застанут, то более складные Здесь можно видеть как заваривание, так и не столько Ура Ура Чуть-чуть не заверну Ура Ура На какие застануты Мотель Какая задача золотой шепунай Всё Всё Стоп В корпусе, конечно, вернись А теперь на центральной оси Повернись с устроенным, так что у меня плечо пошло Вот он Вот ты уже рукой работаешь Вот у тебя уже взаимодействие пошло такое За счёт руки Я понял Вот это Или вот это Да Совершенно верно Ага А теперь перестань не выполнить, блядь У тебя движение Вот вопрос, вот Хорошо Стоп 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 Стой Вы жду Не отворачивайся Чуть-чуть Чуть-чуть Ровно стоим А теперь просто на центральной оси Повернуться Нет, мало Нет Вот так Держи Потому что я вижу Чуть на движение Стоп Стоп Я вижу вот это Относительно этой оси А я хочу относительно этой оси Тихо Отлично Отлично А теперь Одновременно Вот когда меня понесёт Я чувствую Я чувствую Жуще Я чувствую Кладно А теперь Я начинаю с руки А теперь я начинаю с поворота Вот так ворачиваться очень легко Без специальной этой нажимки А теперь повернуться И естественно повернуться О! Ручка Еще раз Нет Отлично Отлично Переключилась с Истевого движения На движение за счет Оттаскивания спины Ну я говорю слова которые имеют такое отношение Но механика Она вроде дотальна Давайте Помогите Держи Партнер ниже меня На колени Не-не-не На колени Вот Партнер ниже меня На полторы две головы Мне нужно пройти в гору под рукой Я взял Мягко Чисто условное движение Я взял захват Прохожу И мне приходится Пролезать На самом деле Вопрос решается элементарно Просто Когда вы Встаете так Как я показал Вы стоите Нога от ноги И отдастся В одной разе вращение Вы принимаете Круг высоко И совершенно спокойно Поворачивайтесь Хотя он ниже на руке Если вы Отходите На одну ступню Вот я стоял здесь Пальцы в пальцы Я встал чуть дальше И мне так это не сделать Вы не подняйте Что при стороне 5 градусов Она намного ниже Видите Настолько ниже Здесь я прохожу И опять рост Даже вообще не умеется Не запариться А Вот здесь Мне уже приходится Либо подсаживаться Либо что-то делать Дополнительно Вставайте В одну Вам будет легче Сработайте В первое движение Вот Но Кисть должна работать Вы знаете то же самое Да? Не то что это поднимало Да? Либо отпускаем А Я Я Я Я понял У нас У нас У нас Наши Наши же шканы Вот Мы брали Вот И И Мы уже Все Все Ядче Ядче Ты слышишь Лорентируешься на руку А Теперь Нет Теперь Потерял Теперь Потерял Он В общем Написывается Вторым набором Термина Объединение Ведение В контроле Вы Объединяете Ведете И контролируете В процессе Если вы где-то теряете контроль По ходу Допустим Я говорю Роб Не надо Не надо Подрабатывать Пока я ничего не сделал Не надо Удеваться Поджимать То есть Я подниму Получилось Соединение За счет Отхода Я отошел У нас Грёвочка Натянула Я делаю Огут Есть связь Ну Вот Ведет Я поднимаю Есть связь Я поворачиваю Стоп Давай Сейчас Все Смотрите Мне пора его бросать Все Рассыпалось Вот Это движение Складываем Отдельно От другого всего Оно Тут же Разрушает Я продолжаю Вести Здесь пальцы Два пальца Вот эти И здесь Два пальца Видно как локоть работает Я продолжаю Все время Поддерживать Через гибкисти Натяжение Я шагаю И Сносит Я все Чувствую Вот Эту внутри Дезиночку Связь Она все Есть внутри Если ее нет Или она превращается В толстую Железную палку Неподвижную Напряжение Столкновение Упор То Это плохо Когда Пустота Тоже плохо Здесь Должно быть Легко Но Все время Два пальца Другого Другого Чувствую Это очень Небольшой уровень Взаимодействия Силы много не должно быть Должно быть Очень легко Очень легко Но при этом Как только вы делаете Разрыв Вы не теряете партнера В основе лежит Ваша Сорвенность Ваша Позиция Именно Ваша Позиция Позволяет Делать прием Я возвращаюсь Несколько раз К этому Есть Стандартная ситуация Когда Два друга Встретились Один из занимался Буду полкорадового Айкидо Знаешь, что я знаю Прекрасный прием Сейчас я покажу Айкидо Дает руку Начинает делать прием Твоя задача Установить Да? Сейчас есть Основание Я ничего не делаю Рука пустая Она вот такая Вот Ты дернешь Видно все То есть рука пустая Она связана Он дернул Пока Сейчас Войдите все А Сделайте руку пустой Чтобы она была Безвольная Безвольная А теперь соберите ее У вас под пальцами Мышцы дрогнули Да? Вы почувствовали Что-то происходит Так вот на этот сигнал Ваш человек Партнер И будет дергать И зажиматься И вы никогда Не сможете ничего показать Если вы даете руку Не собрану Вы никогда не успеете Опередить его Зажимание Напряжение И его рвот Вы всегда не сможете Подавать прием В принципе До того момента Пока вы не будете Подавать руку Собрану Я подал руку Моя рука Собрана Она не напряжена Мое движение происходит сразу Собрана Очень жестко Так Здесь рука Вы собрана Видно сколько времени Требует Чтобы сдвинуть Нужно подобрать мышцы Чтобы они друг друга зацепили Чтобы хоть как-то сработали Чтобы они начинают вытягиваться Собрана Собрана Линейку Связь Происходит какое-то движение Внутри Под пальцами Чертель Реадирует И на этом вся демонстрация Требует заканчивается Я подлазу Останавливаю Мгновенно Сдвигается Я уже Двинул на 2 см А у него еще рука В той позиции В мозгу Где она была Пока дает сигнал 100 метров в секунду Скорость прохождения Нервной инкуса Примерно Указ Двинулся На 2 см Он дошел Послал новый интуз На эту точку А на счет Он новый интуз послал А на счет Он говорит Цельно Опаздывает Так же как я Опаздываю Если рука не собрана Так он опаздывает Когда я руку держу Собранную Более того Когда вы Вас клараны Двинулся Вы не можете Нормально После силу Складывать Возьмите Двинулся Двинулся Жестные Двинулся Я не верю Не верю О Вот теперь я верю Застрял Значит Я не собран У меня плечи Не собраны Я пытаюсь положить силы Застреваю Каждый раз Меняется уровень Не Мы замечаем Что каждый раз Меняется водный Который Мы стремимся Нет Ты не прав Меняется уровень 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 Честно скажем Как профессиональный тренер Есть люди Которые занимаются 20 лет И находятся На уровне Шестого Все 20 лет Ты ему говоришь И он говорит Ага И делает то же самое Что 20 лет назад Ты ему говоришь Еще раз Ну Десять Расскал Двадцать Проходишь мимо И смыслом Неинтересно Интересно От души хочется Отдавать Потому что Интересно У нас просто Хороший фактор У нас есть Евгений Евгеньевич Который четко соблюдает Тобу С той полки Красной Вазы Есть Алексей Александрович Который говорит Дмитрий Александрович Говорит Надо свободней Уходить На ощущения А есть Дмитрий Михайлович Тот мишка На котором Приходится Если не получается Да Если не получается Дмитрий Александрович Хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...